Приветствую, друзья! В этом видео мы с вами разберем решение 13 задачи из ОГЭ по информатике. Условия данной задачи я взял из демо-варианта 2018 года. Нам необходимо перевести число 126 из десятичной системы с числением в двоичную. Ну что ж, приступим. Я выпишу число 126, а в сторонке я построю степень двойки, начиная с нулевой. То есть 2 в нулевой – это будет число 1. 2 в первой – это будет 2. Или можно просто вот этот ряд, каждое следующее число умножать на 2. То есть после двойки будет стоять четверка. Это 2 во второй. Четверку, если умножить на 2, получим 8. 8, если умножить на 2 – 16. И этот ряд нам нужно выстраивать, пока текущее число не превышает наше заданное, то есть 126. После 16 будет 32. 32 не превышает. Мы выписываем. После 32 будет 64. 64 тоже не превышает. А вот следующее, 128, оно уже будет больше, чем 126, и поэтому мы его не берем. То есть я его зачеркну просто. И вот представьте, это у вас как будто ячейки, в которые нам нужно расставить цифры. А цифры мы можем расставлять в двоичной системе либо 1, либо 0. И смотрите, мы идем с конца. То есть вот спрашиваем, задаем себе вопрос. 64 умещается в 126? Да, и поэтому мы берем 64. 32. Смотрите, 32 и 64 в сумме дают 96. Это меньше, чем 126, поэтому мы тоже берем. То есть мы уже можем с вами из 126 отнять вот эту нашу сумму, которую мы набрали. А мы набрали именно 96. И нам остается набрать еще 30. 16 умещается в 30? Да, умещается. И останется нам набрать еще 14. Потом 8 умещается в 14? Да. И нам остается набрать еще 6. 4 умещается в 6. Да. И остается набрать 2. Но 2 это просто двойка. А единичку мы не берем. И вот такой перевод у нас получается. То есть в ответе вы записываете 6 единиц и нолик. Так как основание системы исчисления указывать не нужно. На этом наш разбор подошел к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго.